Здравствуйте! Как с тобой понедельником? Мы будем аналитический выпуск программы «Час Пик» в студии Степан Хлопов и Оксана Лобанова. И в ближайший час мы будем говорить о событиях, которые, на наш взгляд, заслуживают того, чтобы их анализировали. Мы акцентируем ваше внимание на том, что по-настоящему важно. И предлагаем всю политру мнений. Итак, это «Час Пик». И начнем с официальных новостей. Проект реконструкции детского сада в селе Большая Соснова будут тиражировать. Губернатор Прикамин Виктор Басаргин совершил рабочую поездку в Большесосновский район. Глава региона посетил несколько социальных объектов. Провел совещание с руководством крупного сельхозпредприятия «Русь» и дал старт лыжным гонкам «Кубок весны» в селе Черновском. Подробнее расскажет Наталья Мельникова. Новый детский сад в селе Большая Соснова открылся минувшей осенью. Реконструкция садика была сделана за год, и сейчас его посещают 50 малышей. По словам заведующей детсада, в ходе ремонта здесь поменяли все, кроме стен. От основания до крыши. Закупили мебель, оборудование и все необходимое. Сделано буквально все, начиная от пола и до кровли. Новая кровля, водоснабжение, отопление сделано. Закуплено новое оборудование на кухню, медицинский кабинет. Затем постельное белье новое, игрушки закуплены новое. На ремонт детского сада затрачено 5 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги выделены из краевого и районного бюджетов. Это хороший пример того, как на реконструкцию детсада вложены достаточно небольшие средства, и получен достойный результат, отметил губернатор Виктор Басаргин. Сегодня задача попытаться такие проекты в крае тиражировать. Строительство детских садов является одним из приоритетов главы региона Виктора Басаргина. Напомним, с начала 2013 года в Прикамье уже открыты 4 новых садика. В Перми, в Чусовском районе, в Добрянке и Звездном. В Шесосновском районе также будет построен еще один детсад на 120 мест для дошколят. В селе Черновском губернатор принял участие в торжественном открытии традиционного соревнования «Лыжные гонки Кубок Весны». На старт съехали свыше 500 участников из разных городов Пермского края. Денис уже второй раз участвует в этих соревнованиях. Мне нравятся лыжи, что это здоровье, образ жизни, и кататься очень нравится. Но хочу достичь звания чемпиона. Кубок Весны проводится уже более 60 лет и буквально продляется и зон лыжникам, пока лежит снег. Виктор Басаргин дал старт соревнованиям. В своем приветственном слове глава региона сказал, зимним видам спорта сегодня в Прикамье уделяется большое внимание. И Пермский край намерен участвовать в конкурсе на проведение чемпионата мира по зимним видам спорта в 2019 году. Также глава Прикамья провел рабочее совещание в сельхозпредприятии «Русь». Одним из вопросов была подготовка посевной. К новому сезону хозяйство «Русь» полностью обновило машино-тракторный парк. Посевная и уборочная техника, в основном импортная, германского производства. В хозяйстве «Русь» построен новый телятник. Здесь применяются новые технологии кормления и доения коров, а также их содержания. По первой физиологии уже естественный отбор. Во-вторых, холодный теленок больше ест. В-третьих, если даже чихнет, то микроб тут же гибнет, и второго теленка уже не перезаражает. Ну и по виду, как бы, вот они нормальные. Теляты такие. Ровненькие, ухоженные, чистенькие. У предприятия есть большие перспективы, отметил глава региона. На совещании также зашел разговор и о проблемах, типичных для многих хозяйств. Для села тоже вопросы дотаций, вопросы, связанные сегодня с субсидиями, либо понижением стоимости горючих смазочных материалов. Все, что касается сегодня вступления в ВТО, все эти проблемы обсуждались. Думаю, что в ближайшее время на краевом уровне будем серьезно этим темам заниматься. Сельхозпроизводители сегодня волнуют вопрос доступа к кредитному ресурсу. Виктор Басаргин в апреле намерен провести рабочее совещание с Росагролизингом и Россельхозбанком, где будет обсуждаться тема кредитования. Наталья Мельникова, Андрей Соловьев, Часпик. В махинациях оборонсервису появился пермский след. Военная прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на сумму 10 миллионов рублей. Основанием послужила налоговая, а затем прокурорская проверка пермского предприятия 39-й арсенал, входящего в структуру акционерного общества Оборонсервис. По данным военной прокуратуры Центрального военного округа, 39-й арсенал в 2010 году заключил с Министерством обороны контракт на проведение капитального ремонта 36 самоходных гаубиц. В ходе ремонта предполагалось заменить пиропатроны, элементы противопожарной безопасности, что и было сделано. Однако, вместо покупки пиропатронов сотрудники предприятия воспользовались неучтенными излишками этих элементов, а денежные средства присвоили себе. Как мы подозреваем, на 39-м арсенале были созданы излишки указанных пиропатронов. При перечислении денежных средств заказчикам, то есть Министерством обороны, на приобретение и замену указанных пиропатронов, должностные лица 39-го арсенала, мы, как мы предполагаем, создавшие группу с целью хищения денежных средств, изготовили ряд фиктивных документов о якобы приобретении и закупке указанных пиропатронов через подставные компании, фирмы, однодневки, а также реальные фирмы, которые не занимаются изготовлением и поставкой указанных пиропатронов, а занимаются, предположим, продажей стирального порошка, предметов бытовой какой-то принадлежности. И изготовили подложные финансовые документы, на основании которых из казны было похищено 9 миллионов 700 тысяч рублей. Военная прокуратура устанавливает круг лиц, причастных к этому преступлению. Сейчас под подозрением находится порядка пяти человек. Максимальное наказание, которое может грозить мошенникам, 10 лет лишения свободы. Ну, согласитесь, что эта история одна из многих, которые сотрясают коррупционных историй, которые в последнее время сотрясают медиапространство. Именно поэтому мы сегодня хотим спросить у вас. Вот такое у нас сегодня интерактивное голосование. На ваш взгляд, вот такие громкие коррупционные скандалы, как скандал вокруг обороны сервиса, которым теперь наветился и пермский след. Это попытка власти навести порядок действительно в стране, наведение порядка. Либо это разборки элит, верхушки между собой ругаются и борются, и это все мимо нас. Либо это все делается для того, чтобы отвлечь нас от каких-то реальных проблем. Мы все свое внимание акцентируем только на громких коррупционных скандалах. А все, что происходит в стране, все, что касается нас, мы на это не обращаем никакого внимания. Ну и стоит отметить, что Пермь тоже не именовали коррупционные скандалы. В частности, если вспомнить дело недавнего, несостоявшегося министра, премьер-министра Турского края Романа Панова. Сейчас в настоящее время бывает наказание глава Краснокамского района. Года два назад закончилось следствие по этому делу. Ну и, собственно говоря, очень часто звучат имена пермских чиновников, которые подозреваются в тех или иных коррупционных преступлениях. То есть стоит отметить, что Пермский край, коррупционные дела, не обходят стороной. Да, мы в тренде. И, собственно, отвечайте на вопрос интерактивного. Вы считаете, для чего все это нужно? Это реальность, либо это все вот такая эфемерность? Ну а сегодня в Прикаме, как и по всей стране, начался весенний призыв в армию. В этом году под штыки будут поставлены 3420 прикамских новобранцев. Новобранцы начнут нести службу в вооруженных силах уже с 15 апреля. В этом году на военную службу будут призваны порядка 155 тысяч человек. По краю почти 4000 призывников. В сравнении с 2009 годом, когда в Пермском крае были призваны 6000 человек, разница в 15%. Призывной ресурс заметно уменьшился по причине неблагоприятной демографической ситуации. 22 призывника пройдут альтернативную службу в медицинских учреждениях. На почте в Пермском и Алтайском театре оперы и балета. Из 4000 призывников более 1000 должны быть специалистами. Специалисты – это люди, имеющие воинскую или гражданскую специальность, подходящую для использования в вооруженных силах. Водители различных категорий транспорта, бронетранспортеров, специалисты связи по ремонту машин и оборудования. В Центральный военный округ из Пермского края будут отправлены около 30% призывников. В Западный – 6%, в Восточный – 21%, в Южный – менее 1%. Во внутренние войска – 5%, меньше, чем в прошлый призыв. В настоящее время срок военной службы по призыву составляет один год. Ну и мы сегодня спросили у специалиста, какие он видит особенности, какие акценты расставляет именно в этой призывной кампании, которая начинается только-только. Это Аркадий Константинов, специалист по военной демографии Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Именно в этом учебном заведении, кстати, проходят подготовку, например, военкомы. Вот районные, областные, краевые. Давайте его послушаем. С точки зрения демографической ситуации в регионе и в целом по стране, конечно, призыв очень напряженный. Сказывается та ниша, то провалье, которое мы обрели в середине 90-х годов. Это с одной стороны. С другой стороны, особенность призыва заключается в том, что сократилась ниша возможностей оставлять ребят на службе здесь у нас в Пикамье. Почему? Вы прекрасно знаете. С одной стороны, передизлоцировали 385-ю артиллерийскую бригаду, а это все-таки был ресурс. Кроме того, произошло определенное штатное сокращение в частях Пермского гарнизона с ликвидацией арсенала, в том числе, вы знаете, 39-го арсенала в центре города. Кроме того, для авиабазы «Сокол» сейчас стали требоваться в основном очень узкие специалисты, то есть ребят берут туда очень немного. А части внутренних войск стали комплектоваться почти исключительно контрактниками. Вдобавок, еще, конечно, особенность такая. Говорят, ведь на переправе камней не меняют. Но у нас сейчас произошла замена и очень существенная, на первый взгляд. Уехал в качестве военного советника в Алжир генерал-майор Лунев. А на его место заступил полковник Мочалкин. Пока или, скажем так, сейчас в статусе временно исполняющего должность. Но это как раз особенность кажущаяся, потому что полковник Мочалкин, как и генерал Лунев, заканчивал эту академию. Он также моделировал те же схемы, системы и прочего. Прочего, так же, как генерал Лунев исходил из того же. У него также такие же прекрасные отношения с правозащитной, мамской общественностью и так далее, так далее. То есть в этом отношении преемственность полная. И я спокоен за то, что у нас, с одной стороны, лишних не возьмут, включая артистов, художников, композиторов и прочее. А с другой стороны, те, кто норовит откосить от призыва, тоже получат свое. В том числе, это в качестве воспитательной меры. То ли особенность, то ли наоборот, обычность. Сейчас у нас идет два суда над уклонистами. На подходе еще несколько, в том числе, скажем так, условно, по одному, на район, чтобы можно было видеть. Еще одним событием, которое обсуждалось активно в течение минувшей недели, это заявление, позвучавшее в ходе заседания Пермской городской думы. О необходимости отправить в отставку Дениса Гвоздева, руководителя департамента дорог и транспорта. Василий Кучуров подготовил небольшой материал. Заседание депутатов городской думы 26 марта не предвещало ничего сенсационного. В повестке дня, как обычно, 25 вопросов. Среди них и тема правок в устав города, и проблема вывоза бытовых отходов из Перми. Кроме того, депутаты заслушали отчет КСП. Ведь хорошие дела начинаются с хорошего порядка. Прежде всего, в финансах. Контрольно-счетная палата в минувшем году провела 140 проверок. А на стол народным избранникам легли 260 аудиторских заключений на проекты решений городской думы. Считаю, что сегодня высказанные критические замечания в адрес администрации были вполне объективны. Действительно, нужно наводить порядок с подготовкой и внесением в городскую думу концепции долгосрочных целевых программ. Не случайно, в прошлом году мы с трудом принимали концепцию программы по развитию личной культуры и спорта. Не принята была концепция программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Отправлена на доработку концепция программы по профилактике суицидов. Думаю, что в рамках майского выступления главы администрации будут сделаны все необходимые выводы по высказанным замечаниям сегодня и КСП, и прокуратуры. Найдено много белых точек в экономике Перми. Бюджет города расходуется нерационально, подвели итоговую черту народные избранники. С этого все и началось. Депутаты неоднократно в кулуарах коридоров власти выражали недовольство работы администрации города, в частности, департаментом дороги транспорта. На общей волне критических замечаний в адрес чиновников депутат Владимир Плотников взял слово. Мы просили, вы нам покажите транспортную сеть 2013 года. Мы должны знать, куда деньги тратятся, потому что слышали, здесь есть коррупционная составляющая. По одному и тому же маршруту есть два дублирующих автобуса, а получают субсидии по-разному. Видимо, своим дают больше, а кто не свой, тем дают меньше. Поэтому мы сказали, ребята, мы хотим, чтобы это было все прозрачно. Предоставьте нам маршрутную схему. Нам предоставили только за 2012 год. Начали нас обманывать. На что я, господину Гвоздеву, сказал, вы нас за дураков не считаете. Зачем вы нам кашу по тарелке размазываете? Обострение нарастало. 20 депутатов поддержали критические замечания Владимира Плотникова, чем обозначили открытое противостояние с сетименеджером по этому вопросу. Анатолию Муховикову было предложено уволить начальника департамента. Комментариев от главы администрации пока нет. Василий Кучумов, Часпик. У нас есть комментарий Михаила Якимова, это доктор технических наук, доцент Пермского политеха. Он считает, что, наверное, нужно... Он защищает главу департамента дорог и транспорта и считает, что нужно посмотреть в сравнении с соседями, какова ситуация у нас, и уже после этого делать какие-то выводы. Давайте его послушаем. Как происходит в других странах, мы многое знаем. Мы часто, и в том числе и депутаты, часто апеллируют к Европе, к Америке, к Берлину, к Амстердаму, и смотрят, как у них там. Но неплохо бы съездить хотя бы к соседям. В Киров, может быть, в Екатеринбург, в Ижевске. Посмотрите, как там устроена эта система. Я в силу своих каких-то профессиональных интересов общаюсь с учеными, которые занимаются этими же проблемами, но в других городах. И вижу, что в Перми мы, сказать, очень продвинулись в этом плане. По внешним показателям судить, то у нас максимально стабильная транспортная система. То есть у нас предсказуемая. Мы можем отвечать за то, что, например, автобус придет в назначенное время, у нас есть жесткие системы контроля. Мы понимаем, какой подвижной состав будет использоваться. Ну, еще каких-то вещей. Самый, например, новый подвижной состав на электрическом транспорте. У нас очень качественно происходит вообще процесс паспортизации там, организации дорожного движения на всей уличной дорожной сети, что, в принципе, у других городов даже вообще нет. Вот мы работаем в Самаре, но нет там паспортов. Ни на светофоры, ни на участки уличной дорожности в принципе такой информации нет. Здесь у нас все собрано. Что касается наблюдений за работой городского подвижного транспорта, такого объема информации, который есть в Перми, и который сейчас транслируется на другие города, на Екатеринбург, Киров и Самару. То есть они работают по информации, которая собиралась по Перми, по подвижности людей, по их особенностям. Ну, вот очень большой задел есть. Я думаю, что он будет востребован дальше на всей стране. Ну, в конце концов, судьбу главы департамента дорог и транспорта будет решать сити-менеджер Маховиков, депутаты Пермской городской думы. От него ждут какой-то реакции, положительной или нет, на их требования уволить господина Гвоздева уже на апрельской пленарке Городской думы, поэтому ждать осталось недолго нам какой-то информации. А мы напоминаем, что у нас идет интерактивное голосование. Тема вызвана тем, что громкий коррупционный скандал российского масштаба а именно дело обороны сервиса получило свой отголосок в Перми. В предприятии 39-й Арсенал налоговая проверка показала, что там выявлено хищение на сумму около 10 миллионов рублей. И сейчас в данном случае идет следствие. Мы спрашиваем ваших зрителей, как они считают громкие коррупционные скандалы. Это реальное наведение порядка в стране, либо это выяснение взаимоотношений между элитами, и таким образом они выясняют взаимоотношения, либо это отвлечение от реальных проблем. То есть есть в государстве проблемы, и для того, чтобы мы не углублялись в эту тематику, нам показывают такие громкие скандалы, чтобы мы говорили об этом, чтобы общественность переключилась именно на эту тематику. Голосуйте, ваше мнение будет очтено. Ну а еще одно событие, которое стало поводом для бурного обсуждения на минувшие недели, это встреча губернатора Виктора Басаргина и экс-губернатора Олега Черкунова. Экс-губернатор на своей странице в соцсети уведомил пермяков о своем прибытии в Пермь и о планах визита. Все они касались личных дел. Парикмахер, доктор, друзья, мама. Чуть позже появилась информация о том, что Олег Черкунов встретился с Виктором Басаргиным. Совместив эти две новости, пермский блогер начнет гадать, кем является губернатор Премского края. Парикмахером, доктором или мамой. Как пишет сайт УРА.РУ со ссылкой на свои источники, на встрече обсуждались две темы. Первая тема касалась бизнеса Олега Черкунова, гипермаркета «Семья». Экс-губернатор не оставляет надежды взыскать с города ущерб, который якобы нанесен гипермаркету строительством рядом коллектора. Якобы Басаргин не против такого расклада. Второй вопрос касался политической судьбы Олега Черкунова. Опять же, ссылаемся на источники УРА.РУ. Олег Черкунов высказал желание вновь стать сенатором от Премского края вместо Игоря Шубина, к которому у губернатора есть ряд претензий. Для этого Олег Черкунов готов на ближайших осенних выборах в Чайковском, где с его подачей был построен олимпийский комплекс для прыжков с трамплина, принять участие и стать депутатом. Обе стороны решили более подробно проработать к следующей встрече предмет договоренностей. Ну а у нас есть мнение Алексея Бессонова, гражданского активиста, который высказался, что он думает по поводу возвращения Олега Черкунова в Пермь. Давайте послушаем. Ну я думаю, что Черкунов, он чувствует либеральный реванш. Вот в чем проблема? Значит, ситуация в том, что сегодня рост экономики 0%, и очевидно, все говорят, что через два года Путин уйдет и готовит к приемникам Шойгу. Американцы прямо, нас же посадили на нефти иглу, и 80% бюджета формируется за счет нефти. Поэтому, чтобы удержать цену, они поставили условия кто-то с чем в семье. Газ ставит фигуру Шойгу. И Черкунов чувствует это. Он чувствует, что либеральный реванш, и он готовит свое, так сказать, либеральное, так сказать, лицо, свои когти либеральные, чтобы снова вонзиться в Пермский край. И позиция Бассаргина, она тоже очень неустойчивая. Почему? Вы видите, сюда приезжает помощник президента, он с ним не встречается. Там раскручивается дело по саммиту, там же колоссальные хищения. И поэтому он это чувствует, он это мониторит, он человек неглупый. Но он не понимает, что я обвяжусь гранатами и брошусь под либеральный танк. Мы все равно им просто так крайне дадим, потому что 8 лет правления диких либеральных реформ, край уничтожили, уничтожили промысленность и так далее. И у него коварные планы на Пермский край. Но это не пройдет. Мы не пустим сюда либералов. Мы продолжим выпуск после рекламы. Да, не переключайтесь. Мы продолжим конкретно и эту тему встречи Черкунова и Басаргина. Через несколько минут в гостях в этой студии будет Константин Окунев. Будет еще масса интересов, поэтому оставайтесь с нами. Продолжение следует... Аппарат АЛМАК. Принцип воздействия – быстробегущее импульсное магнитное поле. Достаточно глубокое проникновение до 8 сантиметров. Он снимает отечность, убирает воспалительный процесс. Его можно расположить по суставу, обернуть вокруг сустава. При гипертонической болезни вы его располагаете на воротниковой зоне. Многие пациенты у нас на этом аппарате даже расслабляются и могут заснуть. Это ничего страшного. Для таких пациентов специально на САЛМАК снабжен таймером. Для эффективного решения мужских проблем, в частности лечения простатита, предназначен аппарат МОВИТ. Здесь идет воздействие сразу тремя лечебными факторами. То есть тепло, магнит и вибрации. То есть микромассаж. Происходит общее улучшение состояния. Восстанавливается мочеполовая функция. Мужчина может жить полноценной жизнью. Еще одна группа – приборы теплолечения для лорозаболеваний. Происходит разогрев данного рабочего элемента. И идет непосредственно прогревание. То есть почувствовали недомогание. Прогрели гаймору, пазухи. Прогрели лобные. Если есть проблемы с ангинкой, значит прогрели горлышко. Приобретайте Алмад со 2 по 5 апреля на выставках-продажах в магазинах «Медтехника», «Пермитехника», «Центр диабета» в сети «Аптек-Пермформация». Телефон представителя завода по Пермскому краю – 277-60-51. Ох, грачи прилетели! Пора вступать в золотую десятку! Весной всегда хочется перемен. И новая коллекция «Капитоль» вдохновила меня на новые образы. Разумные цены и огромный выбор позволяют мне меняться чаще и чаще. Не решайтесь на покупку, не увидев «Капитоль». Сенсация! Галерея вкуса «Добрыня» – новая коллекция! Сахарный песок 29,90 за килограмм, треска всего 79,90 и многое другое. Галерея вкуса «Добрыня» – ваш шедевр оценят. Вгут. Гарантия на всю обувь 90 дней. Десятая пара – подарок. Мы ждем вас на Петропавловской 63. Лучшее. Доступно каждому. Торговый комплекс «Парковый». Все для ремонта. Трамвайная 33. Только 7 участков по цене 7 тысяч рублей за сотку. В коттеджном поселке Обвинский, в экологически чистом Ильинском районе, на берегу реки Обва. 100 километров от Пильми. Телефон 276-17-18. Точные и экономичные. Пилорамы ленточные и дисковые «Тайка». Многопилы о цилиндровке кромкооблизны и многое другое. С электрическим и бензиновым двигателем. Производительность от 10 кубометров в смену. Пилорамы «Тайка». Один раз купишь, семь раз окупишь. Внимание! С 16 марта в Пильми. Цирк «Сафари». Леопарды, зебры, страусы, верблюды, ламы, пони, кошки, собаки. Это надо видеть. Дрест-14 делает вам достойное предложение. Квартиры в новом жилом комплексе «Самоцветы». Звоните по телефону 281-2030 и будьте счастливы. О, грачи прилетели. Пора вступать в золотую десятку. Инструмент оружия. Всё для сада, строительства и ремонта. Телефон 2-170-170. В прямом эфире новости ЧАСПИК. Мы продолжаем обсуждать последние события в политике. На этот раз уже с гостем в студии Константином Окуневым, лидером общественно-политического движения «Выбор». Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем, я напомню нашим телезрителям, что у нас есть интерактив. Мы спрашиваем громкие коррупционные скандалы. Такой вопрос мы вам задаем в связи с тем, что в скандале с оборонсервисом наметился пермский след. Ну и депутаты, например, Пермской городской думы прозрачно намекнули, что то, что происходит в дорожной системе у нас в Перми, они там тоже какой-то коррупционный след находят. Но тем не менее, в общем, как вы считаете, громкие коррупционные скандалы в России и в Перми, в частности, это реальная попытка власти навести порядок, либо это разборка элит, они там друг друга каким-то образом подставляют и так далее, либо это просто замыливание глаз, нас отвлекают от реальных проблем. Вот выкидываем медиапространство, такие истории, отвечайте. Подведем итоги совсем скоро. Константин Николаевич, мы закончили первую часть истории о встрече Черкунова и Басаргина. Алексей Борисович откомментировал. Это так, в первоапрельском стиле. Сегодня 1 апреля, между прочим. Известный пермский граждан как киризм. Сейчас давайте довольно серьезно. Наверное, вас спросить просто необходимо. Ваш, то, как вы относились ранее, относитесь сейчас к Олегу Анатольевичу, не секрет. Да? И с Виктором Федоровичем вас... Ну нет, давайте так, давайте сразу разделим. Я никак не относился к человеку Олегу Анатольевичу Черкунову. Я относился предвзято и на это имею право любой гражданин Пермского края к губернатору. Олегу Черкунову. Хорошо. И понятно ваше участие и сотрудничество с нынешним губернатором. Как вы эту встречу прокомментируете? Как вы считаете, может быть, знаете, о чем могли эти два человека разговаривать? Нет, дело в том, что я сделаю ремарку. На самом деле полной информации, официальных комментариев не стоит, с другой стороны нет. Да, он-то идет. Обе персоны не комментируют свою встречу. Комментируют как бы там из своих источников блогеры, различные сайты, интернет, издания. Официальных данных пока нет. Как вот по вашему времени? Ну, я прочитал и услышал о вашем эфире комментарий УРА.РУ, на котором вы, в общем-то, свои версии и все версии сегодня основываются. Могу сказать, что не доверяю этим комментариям. УРА.РУ – это такой старый сплетник, который ходит по территории Урала, собирает всякие гадости друг по другу и пытается все это предъявить в качестве правды. То есть могу привести пример, касаемо лично меня. Где-то, наверное, в сентябре 2011 года, в АКУРА, накануне перед выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания, именно УРА.РУ начала кампанию в масс-медиа, в средствах массовой информации о том, что якобы Окунев является директором такого-то торгового дома, которое задолжало и не отдает деньги такой-то компании. В частности, изучала кампания Пермалка. В итоге, большинство подавляющие средства массовой информации подхватили эту информацию. Наверное, недаром это было сделано. Состоялся ряд судов, в большинстве из которых я победил, в том числе и по защите чистой достоинства и прочее, я никакого отношения к той компании, которая брала деньги у Пермалка и которая не отдавала деньги этой компании, уважаемой, не имел и не имею ни в качестве собственника, ни в качестве директора. Поэтому там была схожесть названий моих компаний и той компании. Поэтому вот эти вот вещи всегда нужно очень с оглядкой комментировать. На заборе, знаете, есть выражение русское такое. На заборе написано слово из трех букв. Всем известное, значит, там, да, и многим очень нравящееся. Так вот, не надо заблуждаться и бежать туда, оставать в очередь за этим словом. Там на самом деле дрова лежат, понимаете? Ну, потому как и не было официальных комментариев. Об этом, друзья, поэтому чему тут... Я не кажется, это так, по вашему мнению, почему эта новость вызвала такое большое обсуждение? Может, потому что в политике ничего не происходит? И вот почему эти две персоны пытаются столкнуть, как-то поговорить об их совместных разговорах? Ну, потому что это два разных стиля управления. Посмотрите, стиль управления Черкунова, чисто авторитарный, через колено, выжигать каленым железом всех несогласных, не объединять общество, а раскалывать, разъединять, любой ценой достигать своей цели, идти по головам, не платить зарплату бюджетникам, не повышать и прочее, прочее. Вот такие стили управления. И стиль управления Басаргина, да, ну, еще год не прошел, но это другой стиль зеркальный, просто кардинальный. Всех объехать, всем пожать руку, всем пообещать, выполнить, выполнить другой разговор. Но в целом совсем другой стиль. Поэтому все как бы сравнивают сейчас и смотрят, какой стиль больше по душе. Я вот противник этого стиля, противник и этого стиля. Я считаю, что всегда нужно искать некий компромисс, всегда правда находится где-то посредине. И всегда, когда я советую что-то, где-то меня спрашивают, как вести себя сегодня губернатору, я говорю, что нужно все-таки вести себя в том числе, не выбрасывая тех менеджерских начал, которые были заложены в системе управления Пермского края. Да, едином начале это хорошо, но все-таки нужно делегировать полномочия, нужно сегодня обрастать той командой, которая способна вести вперед губернатора и Пермский край. Но при этом, при всем, необходимо выполнять стандарты, которые заложены в Российской Федерации. Минимальные, средние, лучше всего стандарты, которые позволяли бы выживать сегодня всем профессиям, всем жителям, всем людям, населяющим Пермский край. Александр Николаевич, Степан Молчиц, мы сегодня с Оксаной все общаемся. Когда пришел к власти Виктор Басаргин, он стал главой региона, вы очень поддержали его первые шаги, его политику, и мы педагогически с вами встречаемся, и в принципе пока мы критики в адрес губернатора из ваших гостей, глобально не слышали, в оппозицию губернатора вы не встали. Вот заканчивается практически год, то есть сейчас вы до сих пор поддерживаете ту политику, которую ведет губернатор, или у вас появились некие претензии, некие там общественные имеются претензии, как политика? Год это минимум, тот срок, когда губернатор, не проживавший ни одного дня до этого в Пермском крае, губернатор, который в принципе никогда, давайте будем честными, до этого не был первым управленцем на территориях, он все время был замом. Посмотрите на кадровые позиции, да, он был министром, но над ним был зампред, который по большому счету командовал через Басаргина министерством территориального развития. Человек, который всегда как бы соотносил свои какие-то мысли по отношению к вышестоящему руководству. Ему было очень тяжело, поэтому в этой, тут ничего такого нет противоестественного, что я, и не только я, многие ответственные жители Перми и Пермского края встали, подперли плечом и попытались как бы, ну, рассказать, показать и предостеречь от каких-то подводных течений и камней. Но год это то время, когда человек, собственно говоря, должен был во всем разобраться. Поэтому я свои комментарии на тему критики оппозиции, неоппозиции оставлю до 28 апреля. Это великий праздник. Думаю, в следующей неделе что-то изменится. Это великий праздник для Пермского края, отставка Олега Черпунова. 28 апреля, я думаю, что и 5 мая, инаугурация нового губернатора, и день рождения моего младшего сына. Я думаю, что, в принципе, я свои комментарии оставлю до конца. Мне кажется, просто вы лукавите, на самом деле, за тренингей ничего не изменится, если бы меня сформировали, то вы сформировали, на самом деле. В прошлом эфире мы с вами обсуждали тему, я, по большому счету, позволил себе ряд критических замечаний по поводу того, что делает сегодня команда Басаргина. До этого еще был эфир, я, парламентский час, вы меня просили, значит, записаться, не помню, как точно называется программа. Я сказал о том, что я не одобряю позицию по отношению переноса зоопарка в Чернеяский лес и так далее. Есть ряд уже замечаний. Спасибо, всем вас услышали. Хорошо, давайте вот о чем. Когда Черпунова с Басаргиным встретились, это случилось практически сразу после того, что произошло... Я не комментирую, давайте уж, если вы... Я сейчас вопрос задам, вопрос задам, смотрите. Да вы на сегодня неинтересны, мы с Оксаной поговорим. Давайте я вопрос задам, значит, они встретились, встретились сразу после пленарного заседания законодательного собрания Пермского края, на котором состоялся, так или иначе, который уже озвучился, демарш ряда депутатов по отношению, значит, к правительству Пермского края. Я полагаю, что это правда, что вы сами ответили на свой вопрос. Я считаю, что в принципе сегодня ряд депутатов законодательного собрания так или иначе соотносят свою политику, вне зависимости от того, хорошо или плохо, или делается что-то в регионе. Они соотносят свою политическую деятельность и свою подрывную, либо неподрывную работу, как вы показываете кавычки, с целями и задачами, которые ставит перед ними в том числе Олег Анатольевич Черкунов. Не будем лукавить, огромное количество депутатов законодательного собрания Пермского края избралось при непосредственной поддержке Олега Черкунова. Засучив рукава, губернатор Пермского края, нарушая все законы, все нормы Конституции и прочие неумешательства исполнительного власти, выборные процессы, занимался избранием довольно большого количества депутатов. Они сегодня ему обязаны. Я думаю, что Виктор Федорович Басарагин пытался каким-то образом все-таки договориться и пустить вот эту вот обязанность на конструктивный лад, в конструктивный диалог. Не думаю, что у него удастся договориться с Олегом Черкуновым. Могу сказать свою характеристику Олега Черкунова. Это четыре разных человека. Понимаете, он думает, он верит, что думает одно, на самом деле думает другое, говорит третий, а делает четвертое. Я это изучил на собственном пути. И я могу привести в эту студию сотню людей, кто непосредственно сталкивался с Черкуновым и общались. И тех, кого он не пораживает. Давайте ближем к 28 апреля, вы к этому идете. Да, да. Я могу сказать, что верить этому человеку, в принципе, бесполезно. Но и Виктор Федорович, по большому счету, тоже не лыком шит. Он разбирается. Вы считаете, это плохо, появление некого Демарша против губернатора? Нет, я считаю, это нормально. Это вообще нормальная оппозиция. Я считаю, что, в принципе, это... Ну, может быть, в этой ситуации, по этому вопросу, это несколько неконструктивная оппозиция. Но, по большому счету, я думаю, что ничего такого не случилось. Я считаю, что это нормально, когда законодательное собрание заканчивается тем, что по ряду вопросов исполнительная власть не сходится во мнениях с депутатами, а депутаты имеют свою точку зрения на ряд вопросов. Поэтому я здесь, на самом деле, не против и не против. Спойлер рождается истина. Конечно, мои слова. Оксана сказала, что вы, ну, по крайней мере, ей так кажется, что вы слишком мало критикуете нынешнюю краевую власть. Она, наверное, не читала ваши, так сказать, ваши размышления в Фейсбуке. В частности, на прошлой неделе вы написали о том, что вам не нравится то, как, возможно, будет проистекать муниципальная реформа в Пермском крае. Тема достаточно сложная, но, тем не менее, мы не можем о ней не поговорить. Прокомментируйте, какие ваши претензии вот к этой муниципальной реформе, о том, как она может происходить? Как вам кажется? Давайте вернемся к началу. В 2005 год мы, еще будучи депутатами Законодательного собрания Пермской области, в конце года приняли ряд законов, расшивающих реформу Козака, пресловутый 131-й федеральный закон, после которого у нас в муниципалитетах появилось два уровня власти. Это поселения и муниципальные районы. В итоге люди получили серьезные проблемы. Очень долго эти два уровня власти бодались, извините за сленг между собой, за имущество, за все лакомые куски, которые есть на территории. Значит, это года три все это продолжалось. Люди до сих пор не могут понять, по каким вопросам они могут обращаться в один уровень власти, а по каким в другой. И их везде пинают оттуда оттуда. То есть получается... Нет ничего хорошего в этой идее. Понимаете, эта идея скопирована господином Козаком. Реформа ради реформы. Войти в историю. То есть реформатор. Человек, который скопировал эту реформу с Бундеслиги, извините, футбольным языком говорю, с Германией, с земель, немецких земель. Но есть русская поговорка. Что для немца хорошо, то для русского смерти, наоборот. Понимаете? Нельзя было просто, в принципе, так бездумно бросать нас в эту реформу. Вот так вот взять, написать закон, не опробировав нигде ни на одной территории. Олег Анатольевич Черкунов, вами любимый, конечно же, бросился самым первым отрабатывать эту реформу. Умные учатся на чужих ошибках. Дураки не учатся даже на своих. Мы стали очередной экспериментальной площадкой по отработке этого дурного федерального закона. Например, как поступили сверловчане, как поступили удмуты, наши соседи. Сверловчане подождали пару лет, посмотрели, как мы мыкаемся. Они просто взяли, создали семь управленческих округов, это муниципалитеты первого уровня, огромные территории. И потом идут поселения под ними. Поселения, ну, города, поселки, те, которые можно было разъединить. Ну, там, где шаговая доступность, как вы говорите. Муниципалитеты верхнего уровня решают свои вопросы. Они решают вопросы, в первую очередь, аутсорсинга. Нравится кому-то, не нравится это слово. Они забирают из поселений несвойственные им функции, отдавая поселения деньги, полномочия для того, чтобы все это было решено. А, грубо говоря, значит, удмурты, они пошли по другому пути. Они взяли вот эти вот районы и в них создали во всех районах городские поселения в границах района. То есть, в принципе, оставили практически без изменения, поменяют только название. Смысл был тот же самый. Есть глава городского поселения в границах района, и есть земское собрание, там, или городская дума, да, и есть поселковые управленцы, которых назначает этот самый глава, который избирается населением. Вот, по большому счету, как сегодня Голь, которая на выдумке хитрая и не хочет тратить бешеные деньги на то, чтобы содержать армию чиновников, подошла к этой реализации. Они это сделали через два года, повторюсь. Три года на реформу было отведено, мы ничего делать не стали. Поэтому сейчас, опять же, начинается новая волна, обратка, так называемая. Объединительный процесс. Объединительный процесс. Я за, я за. Есть несколько вариантов, как это сделать вообще, что можно реформировать. Ну, назову два самых интересных варианта, которые сегодня обсуждаются. Первый вариант, на мой взгляд, самый правильный. Вообще, нельзя для Пермского края сейчас тут все вот взять и, грубо говоря, всех под одну гребенку сделать. Ну, невозможно Чайковский, например, с Чайковским районом, где 95 тысяч населения в Чайковском и 115 всего все вместе с Чайковским в Чайковском районе. Невозможно привести к единому знаменателю с Кишерским районом или с Аханским районом, где 12 тысяч населения. И там села, да, просто села и поселки. Деревги. Это разные территории, городская и сельская. Поэтому нужно, конечно, этот колорит использовать. Так вот, самое, что интересное, то, что можно и ленинградский вариант, который сегодня в некоторых территориях администрации губернатора пытается навязать, а именно Добрянском районе. И здесь есть разумное зерно, хотя опять забыли спросить людей, да. И вариант создания городского поселения в границах муниципального района, то, что вот в Удмуртии опробовано и работает. И тот, и другой вариант имеет право на существование нашей территории. Надо подходить очень осторожно к этому. Самое главное, чем отличается ленинградский вариант от городского поселения, это тем, что в случае городского поселения необходимо мнение жителей. Необходимо провести реальный реандум. В районе нужно провести референдум, 50% явка, и после этого какой-то правильный вопрос, который позволит людям прийти к избирательным участкам и проголосовать. Соответственно, таким образом решается в том числе вовлечение населения к местному самоуправлению. Вдумайтесь, слова. Это так вот все, МСУ, местное самоуправление, а что такое, никто для себя не расшифровывает. Каким образом сделать явку в депутат? Именно так, как вы, Николай, сейчас проходят процесс в Ленинградском крае? Нет, не проходят. Сейчас ленинградский вариант насаждается. Вот, например, здесь и в Чайковском попытка такая совершается. Как раз не в тех территориях, где надо. Ленинградский вариант – это когда городская администрация убирается, остается только муниципальная. То есть, верхнего уровня администрация, но депутаты во всех поселениях остаются. И в том числе и избранные главы во всех поселениях остаются. Этот вариант хорош для маленьких поселений, таких как, опять же повторюсь, Аханск, Кишерк, Юрла, Юсьвы и прочее. Там, где Барда, там, где столица районов является села, маленькие территории, где есть другие подобные села в этих районах. Там, да, там не нужно в селе две администрации. Но в городах таких, как там, условно, Чайковский, ну, извините, я думаю, что вряд ли чайковцы сегодня согласятся на такие преобразования. Подводя черту, я не знаю, вы самет можете дать? Что делать? Мораторий на сегодняшние все вот эти изменения. Просто провести реальное рабочее большое совещание с главами муниципальных образований, с депутатами всех уровней, для того, чтобы выработать подходы. Подходы, что мы, кстати, в полицовете пытаемся сделать сегодня. И потом эти подходы предложить на обсуждение в этих территориях. Они могут быть разными, понимаете? Объясняя, доказывая, приводя людей на референдум. Сложно. Ну, извините меня, а как вы хотите, все, как обычно, все и сразу, так не бывает. Другая, да, еще в один процесс включится, это наше интерактивное голосование. Напомню, что оно было вызвано тем, что в племи появился след по отделу Рособороны сервиса, и такой коррупционный скандал, хищение в размере около 10 миллионов рублей. Мы спрашивали, громкий коррупционный скандал, это, по вашему мнению, наведение порядка, то есть реальное наведение порядка, некие взаимоотношения лид, таким образом они разбираются между собой, или отвлекают от проблем. Ваше мнение. Ну, два варианта, последний и предпоследний. Сегодня федеральной власти очень выгодно большое количество конфликтов. Ну, вот какая-то проблема, это как раз суда. То есть, чем больше конфликтов в территориях, тем меньше люди обращают внимание на то, что федеральная власть спасает свои деньги на... Ну, условно, федеральная власть, да, то есть олигархи спасают свои деньги, которые там пропадают у них на Кипре и прочее, да. То есть, не занимается реальная попытка навести порядок на территории страны. Ну, и разборка элит, это тоже имеет почву под собой. Весь скандал с оборонсервисом связаны, это разборки между тестем и зятем, господином Зубковым и господином Сердюковым, который ушел от дочки господина Зубкова к более, видимо, молодой и красивой госпоже Васильевой, да, которая живет сегодня в 14 комнатах, находясь под арестом. Вот это вот разборки в элитах, там, попытка... Вы, собственно говоря, с вами практически согласны, последняя строчка лидирует, но... Вы знаете, очень неожиданно, что очень большое количество наших зрителей считает, что это реально попытка навести порядок. А я считаю, что очень хорошо, что есть оптимисты, и очень хорошо, что они сегодня смоют нашу передачу. Просто в некоторых вопросах я их поддерживаю, оптимистов, и вот эти оптимистические суждения. Когда-то все-таки это закончится, когда нечего будет делить, все-таки придется что-то созидать, да? Вот, но то, что я делюсь своим мнением, я просто немножко знаю, общаюсь в этих кругах, поэтому знаю, как они сегодня, чем они сегодня думают. К сожалению, мыслями о родине в элитах сегодня занято подавляющее меньшинство политиков. Спасибо, что были у нас в гостях. Мы переходим к другим новостям Перми и Края. Бросил снежок, попал на больничную койку. Пермские полицейские завершили проверку по нашумешиванному инциденту в 9-м лицее. Напомним, 18 марта во дворе школы шестиклассника жестоко избил родитель третьеклассника. Причина отцовского гнева – неудачно прилетевший снежок и его сына. Екатерина Полевщикова расскажет подробности. Эта история началась здесь, на школьном стадионе. После уроков мальчишки играли в снежки. Шестиклассники против третьеклашек. Костя Истрепчиков до сих пор не уверен, его ли снежок попал в одного из ребят. Говорит, кидались все. Однако отец мальчика, в которого попали снежком, посчитал это чуть ли не избиением и поспешил отомстить. Я просто разговариваю с другом, и мне очень такой резкий сильный удар сзади, в затылок пришел. Я упал, меня подняли за куртку, примерно здесь, и куртка начала душить горло. И меня спрашивали, зачем я его избил. Я говорил, что я его вообще не трогал, то есть я не понимаю вообще, о ком речь идет. И он меня тоже за это еще бил, типа, что ты врешь. Все это происходило на глазах у остальных ребят. Мальчишки не сразу смогли прийти в себя от увиденного и позвать на помощь. Когда охранник школы выскочил на улицу, хулиган спокойно сел в машину и уехал, бросив избитого ребенка на снегу. Вот нас обследовали, посмотрели, все зафиксировали, вот эти все многочисленные гематомы, которые были. И направили на стационар, потому что стоял вопрос о перелом скулового комплекса. По словам мамы избитого мальчика, это уже не первый случай хулиганского поведения вышеуказанного папаши. От его буйного темперамента настрадались и ученики, и родители, и педагоги. Год назад действительно был такой случай его агрессивного поведения в лицее. Но человек пришел, мы с ним поговорили, он принес извинения и администрации лицея, и педагогам принес извинения. И после этого случая ничего подобного не происходило. Тем не менее, администрация лицея и попечительский совет школы написали письмо прокурору Матавилихинского района с просьбой взять дело под личный контроль. Сотрудники полиции также заняли жесткую позицию по отношению к хулигану. Сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой возбуждено в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок до 3 месяцев. А в 9-м лицее приняты дополнительные меры безопасности. Видеокамеры монтируются по всему периметру здания. Если бы это было сделано раньше, избиение кости можно было предотвратить. Екатерина Плевщикова, Александр Аксенов, Часпик. Мотоспорт в Пермском крае на грани исчезновения. Детско-юношеская школа Нортон Юниор, способная готовить чемпионов международного уровня, сегодня под угрозой банкротства. Родители юных спортсменов бьют тревогу и всеми силами пытаются сохранить в прикамье и школу, и вид спорта. Что делают в этой ситуации чиновники, выясняла Виктория Иванова. Мотоспорт для Перми один из самых медленосных видов. Здесь у нас и чемпионы России, и Европы. Может и на главных стартах планеты отличались бы, да денег на дальние поездки и на подготовку техники нет. Еще пару лет назад эта тема была предметом дискуссии, а сейчас у спортсменов и их родителей совершенно другие проблемы. Ведь спорта сохранить бы. В настоящий момент финансирование школы, насколько мы видели из цифр, оно обеспечивает только уплату налогов, коммунальные платежи и зарплату тренеров. Это ситуация абсолютно абсурдная, на наш взгляд, потому что невозможно, скажем так, существование школы самой по себе без того, чтобы в ней обучались дети. Получается, все затраты по текущему процессу, по обеспечению учебного процесса, ложатся на плечи родителей. ГСМ, бензин, запчасти. Одного вида спорта учебное заведение уже лишилось. Подготовку планиристов исключили из муниципального задания с формулировкой «в связи с малочисленностью занимающихся». Хитрость заключается в том, что сокращение числа спортсменов произошло отнюдь не из-за ослабления интереса подрастающего поколения к полетам, а спровоцировано действиями чиновников. Именно они сократили бюджетную поддержку этого вида спорта в несколько раз, из-за чего часть расходов легла на плечи родителей занимающихся. Сейчас аналогичная ситуация с мотоциклетным спортом. По муниципальному заказу на подготовку спортсмена бюджет готов тратить в месяц только 650 рублей. Родителям за каждую тренировку приходится доплачивать 6 тысяч. Мы считаем, что это недопустимая ситуация, когда развитие массового детского спорта, финансирование его, ложится на плечи налогоплательщиков, которые по факту эту услугу уже оплатили. То есть в данной ситуации мы просим, требуем, я не знаю даже какое слово подобрать, пересмотреть нормативы, пересмотреть финансирование. Если таким образом это все будет продолжаться, мы просто похороним эту школу, похороним этот вид спорта. После многочисленных писем в адрес чиновников всех уровней руководитель городского спорткомитета согласился на встречу с родителями и тренерами школы. Вопросов к нему накопилось много, включая кадровый. С января школу возглавил новый человек Евгений Плотников. А с предыдущим директором, критиковавшим действия городского спорткомитета Сергеем Сарычевым, чиновники отказались продлевать трудовое соглашение. Выходит, сменили слишком разговорчивого руководителя. Все же главный вопрос, где найти деньги, чтобы сохранить мотосекцию и школу в целом. На квартал, на учебный процесс 6 тысяч выделено. Вы сами видели прекрасно, какой у нас тут автопарк. Что стоит это все содержать и более того, чтобы все это эксплуатировалось и причем безопасно. Скажите, пожалуйста, к чьей компетенции отнесено рассмотрение этого вопроса по выделению, скажем, справедливого финансирования? Вопрос рассматривается в целом по финансированию отрасли, конечно же, при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год. На очередной плавный финансовый год. А нормативы для определения стоимости данной услуги кто определяет? Нормативы рассчитывает комитет. Где-то недопонимание на каком-то уровне, поэтому нам надо посмотреть. Да, за это время в школе, в школе, в школе. Картингисты выходили на картинг один раз в этом году. Как что делать? Исходить из тех возможностей, которые сегодня выделены. У нас же ведь с вами нет других-то. Нет никаких. Хорошо, ситуация, как вам дальше жить. Надо исправлять эту ситуацию сегодня. Если мы увидим, что она не... А если вы увидите, что у вас все подсчитано правильно, вы оставите эту ситуацию, так как она есть? Конечно, это будет доказательно. Но почему? Это же будет обоснованно. Итог встречи. Денег нет и в ближайшее время не будет. Родителей не устроил. Разобраться в ситуации они потребовали от регионального министра спорта. Павел Лях пообещал это сделать. Уже в апреле краевые чиновники ознакомятся с работой и документацией школы Нортон-Юниор. Виктория Иванова, Часпик. При Камью нужен Уралгрейд. Новую баскетбольную легенду решено воспитывать почти с пеленок. Предприятие Уралкалий и глава городов Березняки и Соликамск подписали в минувшие выходные соглашение о сотрудничестве. Специально для ребят от 7 до 18 лет уже пригласили опытных тренеров из Сербии. В планах ремонтировать спортзалы, закупать современное оборудование и экипировку. Василий Кучумов принял участие в первой баскетбольной встрече. Портфели с учебниками оставить в раздевалке. И сразу после школы играть в баскетбол. Школьник Никита Петров теперь живет в таком ритме. Шутка ли, на его команду в Березняках возлагают большие надежды. Именно поэтому хочет скорее вырасти. Я хочу сайт тренера. А почему тренером? Ну, нормально же тренировать всех. Интересно. Обучиваясь навыкам, которые ты научился. Теперь трехочковых должно стать еще больше. По крайней мере у молодежи Березняков и Соликамска. Пометуя звездное опрошное Уралгрейта, компания Уралкалий решила вложить свои силы в воспитание новых чемпионов. Тренера спортивных школ, можно сказать, вновь в ожидании чуда. Ну вот началось с этого большого грандиозного праздника все-таки для детей. Возможность детям уделять больше времени, больше внимания появляется, да. То есть приглашены тренера, новые тренера. То есть в Сербии очень хорошие специалисты. Знаем не понаслышке. Уралкалий в течение пяти лет планирует вдвое увеличить количество юных баскетболистов в Березняках и Соликамске. К метким броскам в корзину вовлекут мальчишек и девчонок от 7 до 17 лет. Это весьма кстати отмечает главы городов. За минувшие годы здесь возросла детская преступность. Увеличилось количество молодежи, употребляющей наркотики. Популяризация детского спорта исправит ситуацию. Бонусы за игру в баскетбол привлекательны для детей. Например, поездки в Сербию. Наша молодежь неплохо выступает по баскетболу в крае. Очень неплохо. Это вы видите, это вы слышите. И сегодня есть уникальная возможность с помощью компании Уралкалий. Во-первых, выйти на несколько другой уровень. Во-вторых, тренеров подтянуть и получить опыт иностранных тренеров. Третья часть проекта это укрепление материальной базы, существующей в городах. И наполнение ее новым качеством. То есть мы будем ремонтировать спортивные залы, школьные, которые будут предоставляться муниципалитетами в рамках этого проекта. Подписанное соглашение между городами и Уралкалием закрепляет развитие спорта в течение пяти лет. На финансовую помощь спортшколы смогут приобрести новый инвентарь и форму. Очень важный проект с точки зрения занятости детей, привлечения сюда новых кадров, новых талантов, новых возможностей. Строительство, я думаю, новых спортивных объектов на территории обоих муниципальных образований. А в целом, вот эта вот баскетбольная зараза, как в свое время называла ее Кущенко, она не умерла, она мутировала. И сегодня должна выйти на какой-то новый, в хорошем смысле, там, заразный уровень. А важных для города задачах проекта детвора пока не задумывается. Главное для них светлый современный зал, балкон, откуда мама и папа смотрят за игрой, добрый тренер и красивая форма. Тогда мальчишки и девчонки с задором рвутся к победе на крыльевых соревнованиях, национальных и, может, международных. Потому что без побед баскетбол – это физкультура, а не спорт. А краю нужен новый Уралгрейд. Василий Кучумов, Антон Фиштик, Час Пик. На этой позитивной ноте мы завершаем выпуск.